Берем новую задачу с параметром, в ней будет здоровенный модуль и симпатичная формулировка. Найдите все значения a, при каждом из которых данное неравенство выполнено при всех x. Пробуйте сначала сами, задача вполне решаема. Вот еще раз исходы неравенства, присмотритесь к нему, и оно обязательно вам понравится, потому что в подмодульном выражении была дробь, а знаменатель этой дроби не отрицателен. Убедитесь в этом сами, найдя дискриминант, например. Понимая это, мы можем вообще убрать модуль долой со знаменателя. Можем даже домножить обе части неравенства на знаменатель, при этом знак неравенства менять не придется. Как решать полученное неравенство, не раскрывая модуль в два случая по определению, вы наверняка знаете. Равносильный переход сейчас написан оранжевым, но для тех, кто видит его впервые, я бы советовал сначала понять, как устроено решение неравенства модуль x меньше 2. Попробуйте его решить, возведя в квадрат обе части неравенства, или воспринимайте модуль как расстояние, и тогда вам будет понятна вот эта оранжевая схемка, которой мы, конечно же, сейчас воспользуемся и получим при этом систему из двух квадратных неравенств. Нам нужно будет найти такие значения параметра а, при которых система решена вообще всегда для любого значения x. Если вдуматься, то это не такая уж и трудная задача. В первом неравенстве я перекидываю все направо и привожу подобные. Выношу x за скобку, перед ней будет коэффициентик 3 минуса. Во втором неравенстве я, напротив, перекидываю все налево и привожу подобные, вынеся x за скобку. Далее поймите, что только если первое неравенство выполнено для любого x, и второе неравенство выполнено для каждого x, то тогда и система выполнена при всех x. Неравенством, сколько бы их не было, советую говорить «подходи по одному». И с первым из них легко расправиться, если найти дискриминант. Вы понимаете, почему мы требуем от него отрицательности? С одной стороны, уравнение не имело бы решений, зато неравенство, наоборот, всегда выполнено, смотрите на график. Ветви нашей параболы оптимистично направлены вверх, отсутствие корней говорит о том, что она не пересекает ось абсцисс, а значит, она всегда лежит выше оси абсцисс. А это нам и нужно, левая часть будет всегда больше правой при таких значениях А. При каких значениях А? Да сейчас узнаем, надо только решить неравенство. На числовой прямой отмечаем точечки минус 1 и 7, ну а дальше все совсем легко. Нам годится интервал от минус 1 до 7. Как вы понимаете, со вторым неравенством нужно будет провести ту же самую процедуру излечения от отрицательности. Мы вновь имеем дело с параболой, и при отсутствии нулей функции, короче говоря, когда корней не будет уравнения, неравенство будет, напротив, выполнено всегда. И, как вы понимаете, это нам и нужно. Левая часть неравенства на А обнуляется в точках А равная 5 или А равная минус 11. Ну а меньше нуля она будет на интервале от минус 11 до 5. Первое неравенство обращается верно при А от минус 1 до 7, второе от минус 11 до 5. А что по поводу системы? Да ясное дело, нужно просто пересечь полученное множество решений. Наш ответ от минус 1 до 5. И все, кто его получил, большие молодцы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!